Идея створения музея, присвеченного сельским женщинам, у агрогородка Остромечева, заявилась давно. У рамках программы ААН «Допомога мясцовому развитию в Республике Беларусь» Европейский Союз вылучил грант у померы около 25 тысяч евро. Выником реализации мясцовой инициативы стало открытие музея. За два года працы он поширился. Перетворился в Центр поддержки жилочных инициатив. Иншими словами, стал платформой для повышения экономичной активности женщин, пляцовкой для працы зарегистрованных женщин-раместников и предприимальников. Конечно, у нас есть музейная часть. Кроме этого, Центр занимается привлечением женщин обучению бизнесу, то есть проекты какие-то. Но для того, чтобы запустить бизнес, для женщины надо еще иметь финансовую поддержку. Проводили тренинги по экономической грамотности. Но наиболее интересно проходят у нас мастер-классы по обучению рукоделию, которые можно применить как и в семье, так и сделать и ремесленничеством. У Центра из подарения Прибужа працуют коля десяти майстрых. У месяца тут проводят коля восьми мероприемствов. Семинары, экскурсии, тренинги по бизнес-планованию, состречи с экспертами, майстер-классы. Конкретное направление, в котором мы работаем, это роспись по стеклу, это ткачество, это вышивка, это соломоплетение, это декоративно-прикладное искусство. Упор больше направлен на народное творчество. Это приоритет работы. И в этом направлении двигаемся и развиваемся, для того, чтобы показать, возможно, эволюцию, как было раньше, и с чего, откуда, так сказать, ноги растут, корни, и показываем таким образом то, с чего все, в принципе, начиналось. Одна из главных задач Центра – развитие творчого потенциалу женщин. Жидающие могут выбрать близкий накерунок народной творчести, записаться на майстер-класс и освоить ткаство, роспись по шкле, вышивку. Мы работаем именно с детьми, привлекаем детей школьного возраста. Обычно такой уже 5-6 класс девочки ходят на кружок вышивки. Мужскую сорочку создала, женскую сорочку с фартухом создали, а потом уже начались рушники, картины. Поширить смягчимости працевладкования и додаткового заработка женщин про развитие традиционных храместв и использование культурных традиций – главная задача этой инициативы. Диана Мещук, Александр Севицкий, телерадио «Компания Брест».